Переходим ко второй теме, к коллекциям. Коллекциями в Java называют разнообразные контейнеры однотипных элементов. Что-то вроде массивов, но гораздо удобнее и функциональнее. Чем плохие и неудобны массивы? Ну, например, фиксированным при создании размера. Если вдруг в процессе работы программы у нас образовалось еще несколько объектов, которые надо добавить к имеющимся, то надо выделить новый массив большего размера, скопировать туда элементы старого массива и после них дописать новые элементы. А потом выкинуть старый массив, чтобы его убрал сборщик мусора. Реализовать это руками можно, но довольно муторно. Не хотелось бы писать такой код в каждой программе, где нужны структуры данных, динамически меняющие свой размер. К счастью, стандартные коллекции прекрасно решают эту задачу, скрывая все утомительные подробности внутри. Кроме того, у массивов нет никакой защиты от изменения. Если массив доступен какому-то коду на чтение, то он точно так же доступен и для записи. Любому элементу можно присвоить новое значение. Ключевое слово final не поможет, так как оно действует только на ссылку на массив, а к элементам не относится. Коллекции же могут разрешать чтение, но запрещать изменение своего содержимого. Также у коллекции есть огромное количество удобных и полезных методов, начиная от нормальных реализаций equals и toString и заканчивая методами объединения, вычитания и пересечения коллекций и так далее. А еще есть специализированные коллекции, предназначенные для многопоточного использования. С их помощью несколько потоков могут одновременно работать с одним и тем же набором объектов, не ломая его. Но тема многопоточности точно не для нашего базового курса, поэтому такие коллекции мы сейчас рассматривать не будем. Классы коллекции являются дженериками и параметризуются типом хранимых внутри элементов. А мы с вами помним ограничение дженериков в Java. В качестве значения generic параметра может использоваться только ссылочный тип, а примитивный нет, поэтому все коллекции в Java работают только со ссылочными типами. Если нужно хранить примитивы, то есть несколько путей. Во-первых, примитивные значения можно превратить в объекты при помощи классов оберток. Во-вторых, можно руками написать какой-то класс, похожий на стандартную коллекцию, но хранящий внутри примитивы. В-третьих, можно позаимствовать такой класс из какой-то сторонней библиотеки. Но при последних двух подходах нужно понимать, что придется для каждого примитивного типа копипастам создавать отдельный класс коллекции. Параметризовать это уже никак не удастся.